Зебра, зеленый человечек и лежачий полицейский. Эти слова знают даже самые маленькие. Сегодня они доказали это сотрудникам ГИБДД. Ведь одновременно в трех школах города прошли интерактивные спектакли и конкурсы на знания правил дорожного движения. Однако это не разовое мероприятие, а старт масштабной всероссийской акции «Сложности перехода». Она охватит 10 регионов России. Первый ее принял Ярославль, затем Кострома, третьим городом стала Рязань. Разработчики считают, что залог успеха в комплексном подходе. Чтобы сформировать безопасную модель поведения, они будут использовать интерактивные игры и викторины, видеоролики и баннеры. Сейчас, может быть, вы видели там «Папа, не гони», там черно-красные тона. Это тоже разработано с учетом психологии водителя, обращения максимального внимания. И участки, когда мы выбираем распространение таких баннеров, они также выбираются на основании очагов аварийности с учетом дорожного транспортного происшествия, риска дорожного транспортного происшествия с пешеходами. О том, как правильно переходить дорогу, детям и взрослым расскажут на железнодорожном и автовокзалах, пенсионном фонде, автошколах, заправках, торговых центрах. Также сотрудники ГАИ посетят 10 вузов и колледжей, 50 школ и 20 детских садов. Каждая программа рассчитана на определенный возраст. Например, юных школьников встречали уже полюбившиеся герои Света и ее мама. Вместе с ребятами они вспомнили о том, какие бывают разметки, что такое зебра и многое другое. Мне очень понравилась эта сказка, все было здорово. И мне больше всего понравилось, как выходили дети и мальчики были за рулем, а девочки переходили в пешеходный переход. Переходить надо очень осторожно, смотреть налево и направо. Чуть-чуть, но меня мама с папой уже давно научили. Я уже все знала, но мне все равно очень понравилось. На память каждому ребенку подарили раскраску, в которой можно еще раз проверить свои знания, а также брелок и мешок для обуви, которые оснащены световозвращающими полосками. Оказалось, что дети не просто знают, для чего они нужны, но и умеют пользоваться. Когда ты переходишь ночью, когда у машины светят фары, и этот световозвращатель отражает свет, и водитель видит пешехода на дороге. А у тебя такие были когда-нибудь? Ты же пользовался? У меня на портфеле есть такие. Такие мероприятия будут проходить регулярно, ведь в Рязани программа завершится только 5 марта. Но и после ее окончания сотрудники ГИБДД продолжат заниматься профилактикой, чтобы каждый человек на дороге чувствовал себя в безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok